Девятое января провожаем на старт спортсменов Этап Сан-Хуан-де-Маркона и до Арекипы 331 км в меню Сегодня смешанный старт Мы видим машину Себастьяна Лёба Эдуард Николаев, первый из грузовиков и первый из наших Будет стартовать в 20-м Это будет примерно через 20 минут Ждем Камаза на старте спецучастка Дерой уже здесь на старте Впритык к Эдику Николаеву Но примерно то же самое будет твориться На спортивном участке Вчера очень плотно шли По результатам и Эдик Нисколько не отставал от него практически дырой Я думаю, что сегодня он будет уже Нажимать, добавлять темпа Примерно в таком же ключе действует Напарник-дерой по команде Федерико Вилагро Ну а Тони Генухтон, вот как сказали наши парни Такой помогает сзади Притормаживает наших Не дает проехать В общем, так, чтобы не пожалуешься Но в то же время ведет себя Довольно-таки Нескромно так будем говорить Федерико Вилагро на старте Смотрите, как выгнали капот Вчера, вы помните Генухтон приехал без лобового стекла Именно капотом ему его разбило И, видимо, перестраховались на машине Вилагро и тоже выгнали вот таким образом капот Готовится к старту экипажа Айрата Мордеева Чагин вчера дал установку добавить И сегодня, вчера слишком осторожно ехал Айрат Но посмотрим, что из этого получится Мартин Мацик подъезжает Он тоже заметно прибавил в этом году Мотор Ивека В следующем году пересядет на капотный Ивека, судя по разговорам здесь на биваке Еще мы заметили, что нет стартовки Мартина Ванденбринка Вчера он потерпел аварию И, по всей видимости, не смог восстановить машину за ночь К сожалению, выбывает капотник Рено, по всей видимости, из гонки Положились на CP2 Это 184-й километр трассы Насколько мне не изменяет память Здесь разрешен сервисный парк Ждем наши машины К сожалению, уже пришлось оказывать помощь экипажу Айрата Мордеева На первом CP Вышла из строя система подкачки передних колес Остановились Недоработка механиков на биваке Остановились И где-то 6 минут потеряли, к сожалению Понадобилась помощь экипажу мини А, нет, это он так подшутил над своими механиками Напылил Михаил Григорьевич Мясоедово Поклонники команды КамАЗ-Мастер, конечно, давно знают Это ветеран нашей команды Михаил Григорьевич, вот мы сейчас дежурим Какие, по вашему опыту, решаются здесь проблемы? Решаем мы вообще проблемы? Вот по каким причинам останавливаются на сервисах точках машины? Мы находимся на точке, которая по регламенту разрешено проводить обслуживание Наша бригада выезжает заранее сюда И находится на точке в течение прохождения автомобилей Грубо говоря, остановился, потерял? Остановился, потерял, да Заинтересованы все в том, чтобы не потерять ни секунды Поэтому максимально готовы все Но мы не знаем, какая поломка может случиться Или машина подъезжает сюда на сервис Дай бог, если она проскакивает мимо, это очень хорошо Если она останавливается, значит, для этого есть причины Ну, наиболее частые поломки и причины – это колеса Это где-то процентов, наверное, 50 всех остановок Процентов 50 Ну, все может быть Электрика, подкачка и всякие прочие Потому что песчаная трасса И сопровождается с тем, что где-то что-то в песок попал И по электрике очень часто тоже могут быть проблемы В прошлом году мы здесь же стояли, да? Здесь же в прошлом году стояли У нас Эдик хорошо проскочил Потом у Аэрата уже пошла проблема Он, по-моему, уже прилег немного Вот, потом генератор кончился А у Шибалова, значит, был пожар в моторном отсеке То есть это место какое-то такое неудачное Ну, у наших конкурентов тоже в прошлом году были проблемы здесь В ринг здесь практически сошел В этот раз он даже не доехал сюда Вот его сейчас только провезли Упакованного уже на второй день он сошел Будем надеяться, что проблем не будет Ну, дай богу Всегда надеемся и стучим Для этого надо работать Чтобы проблем не было, не ошибаться Не ошибаться, особенно сейчас, во время спешки Должен, все движения должны быть отработаны У каждого свою функцию знает Но сориентироваться Потому что мы, заранее еще раз говорю Не знаем, с чем, с какой заготовкой они приехали к нам Антон, какие новости с трассы? Что слышно? Ну, вот сейчас появилась небольшая информация Что экипаж Мордеева немного подсел в песках, в воронке Все произошло из-за того, что он ехал за одним из экипажей МАЗа Вишневским И эти ребята, экипаж Вишневского, подсели как раз на дюнах И перегородили тем самым, ну, видать, коридор, дорогу И после чего Айрату пришлось сдавать назад Ну, как по информации И в связи с этим они подсели, конечно, в воронки Сейчас вот они говорят, что копают Но сколько времени на этом потеряют, пока никому неизвестно Пока лидирует Каргинов, насколько нам известно А Николаев тоже терял время, около 10 минут Но тут только мы гадать можем, да, что случилось? Ну да, только гадать, ничего неизвестно пока Единственной догадки может быть колесо Просто примерно время совпадает Либо, опять же, в дюнах что-то какие-то проблемы поимели Либо колесо Ну, чуть-чуть осталось подождать Ждем здесь на сервисной точке Сотников прошел без остановки Это очень, очень всех радует Так, тоже не собираются останавливаться Эдик Николаев Ну и проходит без остановки Андрей Каргинов Пока нет новостей о том, как идет Жерар Дерой И почему-то его нет в таблицах Айрат Мардеев потерял порядка часа, застряв на дюне Нагоняет упущенное время Вот, слава богу, 514-й тоже проходит Дима Сотников В кучу на три КАМАЗа идут Так, как мы их проводили на СИПИ-2 Мы тебя поздравляем Давай про себя расскажи Как сегодня у тебя получилось? Мы стартовали четвертыми из КАМАЗов Из грузовиков седьмые Вот, и выполняли роль быстрой технички поначалу Вначале были дюны, такие, ну, интересные Стали подкатываться Увидели висящий джип, грузовик Ивека Объехали его стороной Потом были еще сложные места в дюнах Ну и именно, что за Ивека? Я думал Велагра, но говорят, что Дерой Потому что Велагру потом мы встретили тоже Он не мог подняться в дюнку Кружили мы вместе И он мимо меня проехал То есть я впервые взял дюну Потом было интересное место Узкий каньон просто для грузовика Ну, можно протнуть колеса Мы стали побраться под дюнку И увидели, что стоит наших два КАМАЗа Но мы поняли, что случилось впереди Перегородили дорогу мотоциклисты По-моему, джип там еще какой-то Мы выше начали помогать Чтобы мы оттаскивали дорогу Потому что движение дальше прекратилось Все, канал закрылся Дни, очень высокие стены Вышли, помогли Мотоциклы оттащили в сторону Дальше продолжили движение Буквально проехали несколько метров Опять то же самое Еще несколько мотоциклистов в каньоне Опять не объехать Опять их растащили Ну, в общем, где-то около двух-трех минут Потеряли на этом Вот, и так втроем мы продолжили В принципе, до финиша Правда, непонятно Я думал и раз впереди Когда увидел номер Эдика Очень удивился, ряд, оказывается, никто не видел У тебя сегодня первое время Первый результат на этапе Поздравляем с победной этапой Спасибо Старались оправдать Оказанное высокое доверие Что, Олег Иванов Нормальный Механик экипажа Эдуарда Николаева Какие на первый осмотр? Щадит механиков, Эрик? Ну да Как может щадит Но работы неизбежны Вот рессоры свой ресурс уже откатали Сегодня будем менять Не дождались дня отдыха, да? Нет Не дождались Ну, мы на это и рассчитывали Всю ночь придется работать Потому что сегодня леозон еще до бивака, да? Леозон леозоном И завтра на марафон надо готовить Тем более надо все просмотреть Все обновить Чтобы им меньше завтра работы было одним Без нас уже Завтра мы ничем не сможем помочь Зато сами отдохнете Ну, мы-то сами отдохнем, да Механик экипажа Эдуарда Николаева Володя Рыбаков Очень хорошо ты рассказываешь Обычно как Построен маршрут Как был этап сегодня Конфигурация его Можешь немножко об этом нам рассказать? Да, конечно Сегодня был Сложнейший спецучасток Вот как начался Дакар Сегодня был самый сложный день 330 километров сплошного бездорожья Это, значит, дюны Песчаные, быстрые Я бы даже сказал Не сильно быстрые, как вчера еще Ну, прямые дороги Но прямых было мало дорог В основном это были дюны Дюны И очень коварные дюны Очень такие непредсказуемые Сложные Высокие? Высокие У них рельеф такой очень сложный Который даже Когда поднимаешься на гору Не понимаешь В какую даже сторону повернуть лучше Чтобы выбрать нужную траекторию Потому что очень такие замысловатые Сложные пески Ну, интересно было Сегодня такой хороший доп Был, рабочий Ну, мы проехали хорошо В двух местах типа застряли Потеряли время Еще в каньоне там Перед нами машина развернула джип Мы время простояли Пока его выровняли Клин, этот каньон был Вот сейчас Эдик тоже рассказывал Да, по-моему, километров 8 По каньону нужно было проехать Поэтому и там Поперек, значит, развернуло джип Вся колонна, естественно, встала За ним Все грузовики Значит, друг за другом встали Мы с Эльнором выскочили С механиком Димой Сотниковой Помогли мотоцикл Отодвинуть в сторону Потом зацепили этот джип Другим джипом выровняли его Они разъехались И мы потом после этого смогли проехать А потом немножко проехали Опять встали Потому что мотоциклист Инвалид Там был он, видимо, с парализованными ногами Он с приспособлением едет на мотоцикле И пришлось его тоже в этом каньоне Ставить на колеса Потому что сам в седле находился И мы его тихонечко-тихонечко Прижали к бруссеру Чтобы могли грузовики проехать Надо просить возвращения времени Правильно? Да, да Ну, мы, конечно, кнопку Эритрак нажали Все, я думаю, что будем просить Это все законно На законах правил Законные наши требования Просить время потраченное Дима, ну ты сегодня в своем стиле Все нормально Так же быстро ехал Мы следили за временем Как сегодня прошел этап? Стартовали сегодня за Джераром Дуроем Знали, что мы все друг за другом Эдик, Джерар и мы Но Я думаю Все ехали и ждали первых песков И так виднелась пыль И когда первые пески заехали Видели, что они достаточно сложные И очень такие Обрывистые, острые Можно сказать, корявые Такие косые И Джерар Дуроем висел уже на дюне На хребте, прям под углом Видели, что он где-то повыше Там Эдик стоит Но у него все нормально Он не застрявший был Мы видели баги, который объезжал это место И мы приняли решение тоже, что Подъехать к Эдику Но решили просто объехать И заехать с другой стороны Но когда мы уже объехали Увидели, что Эдик уже сам благополучно выехал Последовали за ним И это была секция Петров 50 Таких очень сложных дюн И так как мы шли впереди Уже даже часть лидеров стояли Такие как Железов с Василием Они уже стояли в песке И какие-то Иссерадорель стоял То есть мы понимали, что у нас спереди Впереди не так много джипов И траектории были очень такие Хаотичные, опасные То есть это видно было, что именно лидерский джиповский след И в одном месте мы разминулись с Эдиком Видимо мы начали тоже немножко объезжать Какое-то сложное место И разминулись Но я увидел в зеркало, что они двигаются все нормально Продолжили движение Они были в зеркалах Но дюны были настолько острые, видите, что Можно поближе показать, пожалуйста Все разбитое Приходилось брать все в лоб И машина просто втыкалась с кабины в песок И как бы вырывая эту дюну Приходилось преодолевать дюну кусок Но мы уже шли тогда первыми И грузового следа нет И приходилось уже подбирать траекторию Были очень аккуратны И старались необдуманных Действия не совершать Потому что там, если бы мы где-то сели в тое место Там очень сложно оказывать помощь Там только копать И это очень долго Что случилось с Айратом, да, примерно? Ты, наверное, не знаешь, что ты ехал впереди Ну, возможно, да Но я представлял, что сегодня там творится будет И нужно было просто проехать вот эту секцию дюну И аккуратно, и продолжить движение Но мы благополучно выехали Была там заминка с точкой У всех, я думаю, не все немножко правильно вышли из дюны И съездили за точкой Ну, слава богу, мы его быстро нашли И потом в каньоне потеряли около 7 минут К сожалению, джип заткнул весь канал Плюс там попадали все мотоциклисты Пришлось останавливаться, поднимать И убирать все эти мотоциклы, чтобы проехать Стоял джип, еще один поддергивал Ну, в итоге мы благополучно выехали Проехали, может быть, метров 500 И опять стояли мотоциклисты Это, по-моему, мотоциклист Инвалид, по-моему, который без ног Он просто стоял, прислонившись к скале без движения И было, на самом деле, жутко смотреть Мы вышли, он, видимо, просто устал И мы несколько человек попробовали Ну, я сидел на кабине Вот Эльмур вышел И, по-моему, Володя И еще кто-то из мотагонов остается Мы помогли ее оттащить Убрали в сторону, чтобы можно было проехать И как только мы освободили дорогу Мы смогли продолжить движение Уже старались ехать Ну, там дальше, как получилось Уж мы на финише Эдик Вилагр не отстает даже здесь Провожали на финише А, там был Жерар Дерой По нему, кстати, нет информации Он где-то в песках Но как сегодняшний день сложился? Да, ну, на самом деле, неожиданно, конечно Очень сложная гряда Дюн сегодня Нам предстояло преодолеть Наверное, сложность была в том, что перед нами Висели джипы, баги И пришлось их объезжать Вот, и, конечно, стал объезжать И попал в не совсем хорошую воронку Где пришлось выйти Осмотреться, сбросить давление Попросить механика, чтобы он встал сзади Чтобы не очень хотелось повторить Прошлогоднюю ситуацию Где мы не вышли И по этой причине легли на бок Сейчас мы, конечно, перестраховались Лучше потеряли чуть больше времени Но, тем не менее, выехали Выехали, дальше шла такая же сложная гряда Дюн Вот, видели, стоял наш экипаж российский Это Васильев Он нам махнул Мы тоже стали немножко там объезжать Снова попали не в стандартную ситуацию Но там потеряли минутки две Сами, то есть никто нам не помогал Спустили давление еще ниже И выехали Тут как раз перед нами выехал Дима Сотников И так ехали где-то полтрассы Дальше попали в каньон Где увидели поперек развернутый джип И где создалась пробка На этой пробке, естественно, мы все вышли Начали помогать Там были и мотоциклисты, которые лежали И джип этот стали разворачивать другим джипом Ну, где-то потеряли в пределах, наверное, пяти минут Дальше двинулись по каньону Видели, лежал мотоциклист Как знаете, едет инвалид мотоциклист Без ног, да Без ног, да, он был опрокинут на брусвер Ему помогали его сопровождающая группа Но, тем не менее, его тоже немножко пришлось подвинуть Потому что он, грузовик там просто не проезжал Я думаю, что организаторы нам вернут сегодня потерянные 6-7 минут Вот, и, в принципе, будет нормальный результат Но, тем не менее, трасса с каждым днем становится все интереснее, сложнее Пески такие, я бы их назвал, коварные Действительно, нисколечки не прощают ошибки То есть нужно быть очень бдительным и внимательным Поэтому будем завтра стараться Все-таки не терять время и ехать продолжать гонку Ты, кстати, Жерар Дрой видел? Непонятно по нему ситуация Ну, когда в первой ситуации мы немножечко ушли в сторону Начали объезжать джипы и сами попали в воронку Когда мы из нее выехали, стали делать круг То увидели, что Жерар Дрой лежал практически на косогоре То есть не совсем на боку, но подвисший То есть не мог движения, и мы понимали, что он сейчас будет ждать под ноги Навстречу как раз нам ехал Дима Сотников И вот, скорее всего, в этом месте он, я так думаю, потерял время Потому что, судя по тому, что Вилагра здесь Видимо, у них какая-то командная тактика немножко другая Нету какой-то взаимовыручки Вот, именно борьба каждого за результат За час он где-то отстает, я так понимаю, сегодня Ну да, наверное, так Но и веки рядом, нет Джерара, есть Вилагра, есть Генухтен Поэтому это наши самые основные соперники Но еще сегодня только третий день Третий день гонки, еще все впереди То есть с парнями из первых трех экипажей мы картину дня прояснили Сразу после финиша спецучастка То с Айратом мы виделись только на Биваке после длинного Леозона в Арикипу Айрат, сегодня такой драматичный день для твоего экипажа Как он складывался? Что там происходило? В принципе, со стартов что-то не совсем начало складываться Как только стартанули, увидели небольшую неисправность на машине Но знали, что будет точка сервиса Вот, на первом экипи Заскочили туда Быстренько исправили, там потеряли где-то 4,5 минут Мы уже знаем про подкачку колес, речь идет Вот, и после этого уже поехали Начали догонять Как раз проехал, ну, пока мы стояли, за это время проехал Масик Проехал Андрей Вот, поехали, начали подъезжать к Масику И в одних из дюн Ну, я видел, как Масик поднимается Что-то очень довольно-таки тяжело Взяли левее чуть-чуть и попали в воронку Как говорится, защелкнулись точно спереди дюну и сзади дюну И вот в этом месте потеряли много времени Практически выкопались Тут подъехал Мас Вишневского тоже по Косогору начал брать дюну И стащил его практически на нас Ну, все, мне уже дорога вперед была Мы хотели как раз вперед выезжать Вот вперед мы уже не могли бы, потому что стоял Мас Вот, остался только вариант назад Подкопали сзади, но сама машина не могла выехать Ждали следующий грудловик на доске Подъехал Василевский, выдернул Вот, и мы поехали дальше В принципе, тоже ехалось неплохо Мы подъезжали Извини, а Вишневского кто выдернул? Вишневский сам выехал Он просто накренился возле меня То есть я ему как раз мешал, так сказать, выехать оттуда Вот, он сам выехал И все, дальше поехали уже В принципе, нормальный темп был Увидели Дероя, который Откуда, не знаю, откуда ни возьми взялся И вот мы с ним очень долго вместе ехали Объехали его, ехали впереди Отрывались потихоньку И уже там за 100 километров до финиша Лопнул патрубок Алюминиевую патрубку пошел Прямо лопнул Все у нас Потерялась мощность Автомобиль, естественно, в песках Без надува вообще ехать не может Все, остановились Начали исправенность Неисправность это исправлять Вот, потеряли тоже где-то 20, там, с копейками минут На этом Ну, главное, выехали Потому что понимали, что Если не починим автомобиль То все, мы бы остались там И это только сход, там, по-другому Никак бы не выехали Вот Ну, починились, выехали Доехали до финиша В принципе, немного, по сути, работы привезли Перед завтрашним марафонским этапом По работам, да, в принципе, все В штатном режиме Все проверить Поменять колеса Скомплектовать все запчасти Инструменты приготовить На завтрашний день И все, в принципе Наконец, почувствовал свою трассу Андрей Коргинов Как сказал его штурман Андрей Макеев Наш пилот нас повез И сегодня у Андрея Коргинова Первое место по результатам этапа Вернули время, потраченное на помощь Участникам в каньоне Экипажам Сотникова и Николаева Они, соответственно, второй и третий По итогам этапа Ну и Женераль выглядит вполне комфортно Для камазовцев Но не забываем, что на третьем месте Федерико Вилагра И он довольно плотно идет за нашими экипажами А впереди еще Основная часть гонки Завтра парней ожидает марафонский этап Будет бивак в Такне Где запрещен сервис и помощь команд Ассистанс Поэтому если будут технические проблемы На завтрашнем этапе То экипажам на закрытом биваке в Такне Придется справляться с ними самостоятельно А вообще в меню вот этих двух предстоящих дней Сначала 352 километра от Арикипы до Такны И послезавтра 452 километра Экипажи вернутся уже сюда В Арикипу Продолжение следует...